Традиционно будет распоряжение главы государства о формировании организационного комитета по подготовке и проведению Всебелорусского народного собрания. И уже организационный комитет впоследствии предложит президенту и дату, и формат проведения Всебелорусского народного собрания. В условиях усиливающейся пандемии, возможно, какой-то оргкомитет примет решение по корректировке процесса подготовки собрания. Но в целом мы рассчитываем, что оно состоится в начале следующего года, будет это, возможно, январь, возможно, февраль. Мы уже сейчас видим, что не все, например, задачи, которые ставились, получилось выполнить. Где-то мы смогли уже сейчас перевыполнить доведенные задачи, я имею в виду экономика страны. Вот где-то пока не очень получилось, поэтому президент поставил задачу абсолютно прозрачно и предметно проанализировать, что необходимо сделать, какие новые механизмы избрать для того, чтобы в следующем пятилетке мы зашигали более уверенно и показали более впечатляющие темпы экономического роста. Поэтому плюрализм мнений и представительство абсолютно разных социальных групп на Всебелорусском собрании – это основа для того, чтобы оно было успешным и результативным. Ну и, конечно, наверное, отличием предстоящего Всебелорусского народного собрания от предыдущих заключается в том, что на него, скорее всего, будут выноситься несколько вопросов. Не только вопросы социально-экономического развития страны и программы развития страны на пятилетку, но, помимо этого, конечно, с учетом процессов, которые сейчас происходят, я имею в виду диалоговые площадки в регионах. Именно вот эти предложения, которые сейчас вырабатываются, будут аккумулироваться в организационном комитете для того, чтобы создать почву для обсуждения возможных вопросов модернизации именно общественно-политической системы в Республике Беларусь.